особое мнение на 101 фм добрый день 1306 в кирове начинается программа особое мнение веду ее сегодня я мария кожевникова а в гостях у нас адвокат управляющий партнер коллеги адвокатов дзукаев глотов и партнеры андрей богданов андрей добрый день добрый день но обычно мы выстраиваем логику диалога всегда так сначала федеральные темы если они есть потом региональные поэтому давайте начнем с федеральных вот буквально недавно 16 числа парламентарии отозвали поправки в законодательство связанные с порядком изъятия ребенка из семьи при угрозе его жизни и здоровью да сейчас по семейному кодексу можно забрать ребенка при подозрении на то что ему что-то угрожает без судебного решения предполагается делать это через суд да но инициатива нашла много критики в том числе со стороны русской православной церкви ее отозвали на доработку вот на ваш взгляд инициатива это хорошая или нет и может ли она решить какие-то проблемы вы знаете мария во-первых надо понимать что там инициатива была из двух скажем частей то есть первый был вопрос поставлен на том чтобы как раз порядок изъятия детей из семьи в случае тех же самых угроз которые уже прописаны в законодательстве изменить то есть сейчас проверка судом решение об изъятии которое принимает орган опеки она тоже существует просто сейчас порядок он заключается в том что с момента изъятия ребенка в течение семи дней орган опеки подает материалы в суд и соответственно с участием прокуратуры этот вопрос либо он признает законным либо нет сначала забрать потом решить да сейчас предлагалось просто по сути дела сократить время и вопрос этот решать в течение суток но сначала решить потом забрать ну да да вот и плюс вторая половина то была у нас инициирована всем известной госпожей мизулиной это были вопросы не одно ей но тем не менее фамилия наиболее известная ее и был вопрос по изменениям в семейный кодекс и там как раз были изменения очень многочисленные это было и запрет значит семьям из однополых партнеров усыновлять детей и лицам из иностранных государств где разрешены однополые браки соответственно тоже запрет предполагался и другие такие изменения в том числе достаточно были и здравые изменения именно тоже касаемо органов опеки там предлагались некоторые нюансы тоже в их работе которые на мой взгляд они имели бы место быть и они правильны в итоге отозвали все хотя на самом деле мне честно говоря не очень понятна вот эта реакция большая там русской православной церкви других публичных персон потому что по существу менялся это предлагалось менять только порядок именно это принятие этого решения то есть предлагалось это делать очень быстро через суд на мой взгляд все таки в на данный момент это решение бы не изменила по существу саму проблему то есть существует проблема глобальная связанная с тем что у нас в отношении детей действительно совершается много противоправных действий в семье у нас есть проблема связана с тем что суть для на мой взгляд органа опеки и государственных структур должна заключаться именно в оказании превентивной помощи то есть до того как уже назрел такой конфликт когда ребенку угрожает опасность то есть это психологическая помощь родителям попавшим трудную жизненную ситуацию какое-то консультирование самих детей как их мы себя вести внутри семьи если там ну какой-то конфликт зреет долгое время это же не происходит на момент поэтому на мой взгляд именно вот в этом направлении если бы больше принималось решений и действенных решений обучались бы сотрудники органов опеки может быть где-то расширялся их штат включались туда допустим психологи психиатры с большим опытом работы это было бы действенно для решения вот именно проблем которые пытаются решить административные а вот тут законопроект о котором мы говорим но отозвали отозвали вроде бы зачем он вообще да я я просто не думаю что он пропадет совсем я думаю решит ли он что-то я не считаю что он решит проблему именно если мы разговариваем по вот порядку одобрения решения об изъятии ребенка которая сейчас по их по мнению господина кришеса и крашенинникова должен решать суд в течение суток это не решит никакую проблему почему потому что объективно в россии существуют те проблемы организационные которые не пропадут за день то есть суды загружены в больших городах тем более когда человек судья это все равно человек то есть если ему дается усеченное время для того чтобы принять серьезное решение которое оно не 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 одноаспектное то есть здесь когда к нему приходит с вопросом о том изъять ребенка из семьи или нет извините там вопросы и морального фактора и эмоциональных каких-то историй он должен оценить по сути дела обстановку в семье что он сделает за сутки кто ему эти документы предоставит как потом родителям это опровергнуть потому что бывают эти случаи из-за чего возможно появилась общественно такой резонанс что общество слышит только о вопиющих случаях это изъятие детей из семьи когда по мнению большинства граждан для этого нет никаких оснований то есть пришел конкретный сотрудник органа опеки перегнул палку забрал ребенка потому что у вас холодильнике нет еды ремонт в доме вы живете в аварийном и он считает что эти условия угрожают ребенку да возможно но родители ли в этом виноваты и являются ли они при этом как бы родителями недостойными дальше воспитывать ребенка это вопрос морали и вопрос как бы ну социальный больше чем правовой и суд за сутки это сделать на мой взгляд не сможет а что здесь должно работать на ваш взгляд чтобы вот этих историй там замолила ребенка голодом погибли четверо в пожаре чтобы их было меньше знаете вот если глобально рассуждать о таких проблемах которые существуют не только в нашей стране это ведь вопрос экономической больше экономического благосостояния органы опеки как административный орган его решить не могут а вообще вот нет ощущения что таких случаев как будто больше в последнее время или просто о них больше говорить я думаю что вообще на мой взгляд есть такая история как информационная волна не знаю как и правильно может социологи называют но если посмотреть на примере допустим авиакатастроф они у нас случаются в какой-то ну допустим год и в течение полугода года мы постоянно слышим что и там авиакатастрофа тут за полосу выехал самолет там взлетную это ведь не говорит о том что в течение прошлого года таких акцинентов не случалось просто них не рассказывали потому что ну есть какая-то определенная заинтересованность ми в интересном материале есть интерес у людей слышать о том что вот тут недавно произошло а если еще такие факты есть это немножко влияет на насыщенность вот этого информационного поля я думаю что это тоже имеет место быть то что это какие-то факты сейчас освещать стали больше хотя на моей практике честно говоря вот таких трагичных случаев происходит много реально много где гибнут дети где какие-то похалатные отношения родителей я думаю что вряд ли в статистике действительно у нас что-то очень серьезно увеличилось возможно из-за изоляции с весны возможно стало больше но не принципиально так скажем если оценивать прошлые года но у нас слишком лояльное законодательство или мы просто сами по себе люди добрые не можем ребенка вовремя из семьи забрать здесь здесь тоже проблема я думаю такая комплексная достаточно ведь все знают ну скажем так опять же из новостей если мы про общество говорим о том что допустим ювенальная юстиция в той же европе финляндии допустим она намного жестче то есть там причин забрать ребенка из семьи больше и они там действуют без суда в большинстве случаев и факты как у граждан россии забирали детей мы слышали это был такой резонанс по миру то есть я но я бы не сказал что нас лояльное законодательство я думаю здесь проблема применения опять же всегда как стандартная проблема в россии это как закон неплохой но кто его будет применять и как реализовать и все здесь упирается в то что у нас часто очень в административных органах действует принцип как бы чего не случилось на уровне руководства то есть принимаются максимально жесткие меры из возможных для того чтобы обезопасить свою свой так скажем орган от претензий в будущем но при этом охватить вот этой заботой скажем превентивной у нас возможности нет поэтому когда говорят о том что вот случилась трагедия после этого начинают привлекать там участкового полномоченного там сотрудников опеки в редких случаях о том что они не доследили честно говоря в большинстве случаев у меня очень много вопросов к таким решениям потому что они выглядят как борьба с последствиями но не за будущее потому что и выглядит это как пожурили в общем то ну так серьезно пожурили одного человека которого нашли ответственным за этот участок но при этом никто не разбирается какие ему дала возможность какие ему возможности государство дала для того чтобы он это предотвратил у него есть чаще всего нет у него есть полномочия но нет возможности у него есть тысячи человек на его участке возможно проблемных семей а что он с ними должен делать то есть это вопрос психологии психологии глубокой которую даже некоторые психиатры и психологи не знают как решить в долгосрочный период вот что можно сказать человеку матери которая она ведь не первый раз допустим оставляла детей праздников много в году наверно на их на каждый праздник ходил и отмечала где-то без них просто в этот раз случилась трагедия из-за того что может быть дети неосторожно обращались огнем может быть с проводкой какая-то вот именно вот сейчас это случилось а что с ней делать то есть ему говорить вы взрослая женщина вы не можете уходить из дома оставляйте одних но я думаю у нас много и так скажем относящихся к категории беспроблемных семей оставляют детей взрослых а у них под присмотром младшие но допустим 15-летний ребенок он ведь может присмотреть за младшим может но там даже не такая из ну там да но я просто уже если оценивать в целом то есть как предотвратить это честно говоря у меня рецепта нет но я думаю что государство но имеет возможность и должно думать над картиной в целом и в этом ключе я думаю что возможно именно работать на превентивную психологическую помощь об этом говорят все социальные работники кто не связан с государственными структурами но в государственных структурах к сожалению из упираясь в наши все проблемы с финансированием с отсутствием кадров этот вопрос декларируется но реально не решается но я думаю что решение вот этих проблем это в любом случае работа с непосредственно с людьми у кого есть какой-то риск совершения вот действий в отношении детей а не карательный метод карательный метод он только борется с последствиями но никак не с будущим вопросом хочу тему сменить потому что время идет но продолжу говорить о судебных решениях в арбаже по суде по решению суда опечатали дверь в здание центра досуга там говорят температуру не мерили не было бактерицидных ламп ну и так далее недавно закрыли в кирове пекарню и магазин тоже все судебное решение вот это какие-то крайние случаи вы вообще на практике с таким в последнее время много сталкиваетесь и насколько это правильный подход вот взять кого-то там закрыть кого-то оставить постараюсь мягче выгрузиться на этот счет и власть власть должна реагировать в той ситуации которая в мире сложилась как-то в любом случае те или иные меры пока их эффективность не доказано в целом нигде то есть у нас есть разные модели там швеция испания россия сша которые показывают что какие-то меры при статистике может быть вообще не работают на что-то делать нужно поскольку бизнес он на виду то на него направлена сейчас так скажем глань государства потому что она способна это проконтролировать физически вопрос например с гражданами как можно проконтролировать тех же людей 500 тысяч в среднем проживающих там в большинстве городов россии никому не известно москва может позволить себе вводить новые информационные системы отслеживание все остальное прочее потому что у них уже была инфраструктура это маленькие города это не могут сделать но какую-то деятельность в любом случае надо осуществлять где-то может это перегибает палку более показательная история где-то это действительно те нарушения которые угрожают гражданам например когда действительно торговый ларек в котором узкие очень помещения но тем не менее люди там сидят без каких-то средств защиты без антисептиков без всего да это возможно обоснованно но в целом я думаю что эти меры вызваны тем что какую-то другую работу эффективную на данный момент никто не знает какую проводить и как его проводить на это нет ресурсов либо нет политической воли возможно то есть вывод какой это нормально как пример для других вывод такой что всегда надо находить компромисс между интересами бизнеса частными интересами и публичной необходимостью ограничений и все это я считаю должно идти в диалоге то есть например опять же на примере москвы как это все делается мы на большого брата все смотрим я думаю чиновники наши смотрят когда принималось решение введения qr-кодов в помещении да я в этот момент как раз это слушал представителя департамента который этим вопросом занимался информационной технологии и у них этот процесс прошел с участием именно совета там или как-то этот орган назывался предпринимателей то есть там они сидели реально обсуждали какой из вариантов устроит бизнес вот такой диалог я думаю единственная возможность избежать вот таких перегибов на местах когда одни работают и тайно работают закрывая на ключ свои помещения и они не страдают а те кто откроет и работают в открытую они всегда под ударом то есть я думаю необходим диалог честный налаженный на уровне органов правительства и администрации города а вообще вот ну вот вы уже начали говорить да о тех там 500 тысячах которые в кирове живут кого-то штрафуют даже да там останавливают автобусы проверяют но вообще на ваш взгляд вот маскина осносить заставила что запугивание штрафами или нет я думаю что все таки нас больше в большинстве маски заставил носить все-таки страх то есть информационное пространство наполнилось настолько информации которая людьми стала восприниматься как достоверно угрожающее их здоровье их близким начали начали для людей реальные случаи близко возникать то есть из их окружения они исходя из этого осознали реальность угрозы почувствовали ее и больше я думаю во первых этот момент повлиял и второе это общественное порицание когда начали рассказывать о случаях когда скажем в автобусе в москве там крупных городах людей либо просто высаживали где-то даже успели побить это тоже останавливает человека когда он принимает решение идти против общества или нет то есть массовость создалась так скажем определенная что люди носят маски я уже себя неуютно чувствую когда я захожу куда-то без маски то есть я думаю что это больше общественный договор это то же самое когда в машине не пристегнешься да и уже не очень ну да 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 и так же как трудно людям отказаться от алкоголя в компании то есть не себя чувствует неуютно когда что-то дело ну все делают вокруг меня а я должен противопоставить себя обществу и сказать нет вот насчет алкоголя может быть я и не соглашусь насчет масок ну когда тебя не обслужили на кассе один раз во второй ты наверное уже придешь поэтому штрафы в это в этом ключе я не думаю что настолько эффективны тем более повлияли имеется ввиду тем более может быть это повлияло в москве опять же потому что там работа была развернута сразу и быстро и количество штрафов там было огромное у нас как и в любом другом регионе не обладающим таким штатом сотрудников и технической составляющей отслеживания людей в этом случае просто у нас я думаю масса штрафов такой не было которая бы испугала людей а вот вернусь тогда к бизнесу да которые закрывают по решению суда вот это как-то может напугать не знаю этот же дом культуры или его соседей я думаю что опять же тут ведь работает психология людей психология в россии бизнеса тем более мелкого бизнеса это бизнес на выживание и человек будет принимать кто ну руководитель этого конкретного предприятия маленького или там вообще пекарни будет предпринимать решение исходя из того в каком случае он более вероятно потеряет этот бизнес случае получения штрафов которые он в любом случае не может оплатить но он сколько то еще может проработать либо все же ему выгоднее закрыться и переждать какое-то время потому что он не может допустим при таком потоке людей при тех затратах которые от него требуют для соблюдения требований выходить там в ноль хотя бы да ну то есть я думаю тут экономика будет в голове все-таки предприниматели больше работать а не страх это немножко другой уровень осознания еще одна история с коронавирусом связанная и федеральный документ отменяются концерты закрываются театры на карантин из-за того что актеры болеют при этом у людей остаются купленные билеты и вот не так давно вышел документ которые регламентируют обмен этих билетов причем их можно обменять можно сходить на этот концерт когда-то через полгода но их практически невозможно обменять на деньги решение вообще интересно на самом деле правительство постановление еще в июле издало но при первое постановление было в марте то есть у нас по умолчанию закон о защите потребителей достаточно работоспособный закон и он ну большинстве случаев на стороне потребителя то есть а это закон на стороне здесь не закон здесь постановление правительства поэтому среди юристов вообще идут споры о том какова вообще сила юридическая я думаю мы это установим в ходе судебной практики у нас уже несколько случаев обращения граждан с этим вопросом есть то есть есть принципиальные люди для которых деньги не настолько важны как важен принцип почему их заставляют длительное время ждать а можете прям рассказать о кейсе да ну собственно говоря кейс простой то есть человек приобрел билет на концерт лени кравец очень отличный исполнитель я тоже расстроился если вы концерт отменили но собственно говоря и вы отменили в петербурге на 8 июля назначены а за два дня до этого как раз вышло постановление правительства которая установила вот этот порядок возврата билетов усложненный то есть сейчас если концерт не отменяется не отменяется официально нету публикации о том что он отменен организатор концерта имеет право объявить о его переносе тогда мы как потребители обязаны ждать во первых снятия режима повышенной готовности либо чрезвычайной ситуации но чаще всего после этого еще после этого у них есть еще минимум девять месяцев на то чтобы объявить о том что мы вам предлагаем посетить этот концерт вот в следующую дату вот если они этого не сделают они обязаны вернуть денежные средства больше чем год больше чем год плюс если а допустим все таки концерт отменяется там тоже есть условия ожидания окончания периода значит вот повышенной готовности к нам обратился человек который приобрел билет вот на концерт назначен на 8 июля и есть здесь юридический нюанс так скажем который мы рассчитываем что на момент когда концерт отменил был отменен еще не вступило это поставление в силу то есть мы будем пытаться этим аргументом оперировать и плюс мы попробуем все-таки добиться разъяснения уже судебных инстанций о том что имеет большую силу все-таки федеральный закон защиты прав потребителей либо постановление правительства в условиях вот повышенной готовности потому что он конечно ущемляет права граждан в этой части но здесь мы опять приходим к тому какой баланс надо соблюдать потому что миллион людей по 8 тысяч рублей которые заплатили условно за билет каждый из них потеряв 8 тысяч он конечно не пострадает сильно ну бюджет он конечно не пострадает я думаю семейный настолько сильно как если пострадает организатор концертов выплативший больше там 800 миллионов это очевидно а вообще вот это уже ну некая распространенная практика когда люди начали обращаться вот с тем чтобы вернуть эти деньги очень большая очень большая практика по авиабилетам сейчас с ними с консультациями с просьбами обращается много граждан с концертами меньше потому что видимо ну может быть морально люди легче переносят вопрос может быть цены на эти концерты низкие то есть я думаю что тут вопрос именно во времени когда сейчас пройдет период когда люди пытаются решить вопрос непосредственно с организаторами в переписки им будут везде отказывать я думаю вал этих жалоб нарастет а с авиабилетами там реально возвратить авиабилетами реально получить ваучер и три года вы будете способны улететь либо по тому же маршруту либо вот тут тут уже скорее всего практика наработается железная авиаперевозчиков будут защищать до последнего может быть это правильно потому что это это структура которую возродить тяжело очень поэтому сейчас действует правило о том что возврат денег осуществляется в виде ваучера который вы потом в течение трех лет имеете про иметь право предъявить перевозчику искать я вот желаю его обменять на билет вот по тому то направлению то есть сейчас система уже и да в этом случае даже внесли изменения в кодекс воздушный соответственно это уже уровень федерального закона поэтому тут мало будет споров скорее но это наверное проще тут есть хотя бы право выбора когда ты за полгода переменил свои музыкальные вкусы я думаю что да ну если да если конечно изменились музыкальные вкусы и вы хотели сходить на концерт филиппа киркорова а теперь хотите сходить на стаса михайлова хотя мне кажется для меня это два одинаковых исполнителя но тем не менее да я думаю для людей болезненнее именно не попасть на концерт и ждать длительное время чем получить возможность полететь в течение трех лет то есть человек гипотетически понимаешь что он в отпуск возможно если все хорошо поедет ему пригодится этот ваучер а вот билет на концерт то есть например иностранный исполнитель никогда может не приедет в россию а ждать ты будешь очень долго давайте чтобы наша программа была полезная мы посоветуем что нужно сделать вот если я купила билет на киркорова теперь я в фан-клубе михайлова что мне делать тут все достаточно прозрачно понятно первым делом вы по имеющимся каналам связи которые используют организатор это обычно сейчас есть обратная связь на сайте либо даже в мессенджерах многие общаются начните с заявления скажем так в этих источниках о том что я прошу мне вернуть денежные средства за билет исходя из ответа если вам отказывают тогда необходимо уже посмотреть самим если вы хотите сами этим заниматься вопросом на сайте адрес юридический организатора направить туда письменную претензию о том что вы просите допустим на основании закона защите прав потребителей в течение 10 дней рассмотреть претензию и вернуть билет поскольку вы отказываетесь от этой услуги ну соответственно если вы получаете уже письменный ответ об отказе дальше у вас путь один это судебные инстанции поскольку у нас практики пока нет да вот вступивший в силу практики нет несколько вот обращение у нас граждан есть мы сейчас как раз и их прорабатываем у нас уже ушло в стадию судебную то есть вот какое будет решение посмотрим будет интересно всем я думаю юристам в нашем городе это кировчане обращаются да я говорю концерт это был в петербурге покупал наш наш житель у нас сейчас реклама сходим на полторы минутки вернемся в студию особое мнение на 101 фм продолжается программа особое мнение сегодня веду я мария кожевникова а напротив меня адвокат управляющий партнер коллегии адвокатов дзукаев глотов и партнеры андрей богданов я еще хочу нашим слушателям напомнить что вопросы здесь могу задавать не только я но и всем у нас есть для этого телефон 8 909 720 101 и 0 можно писать в вайбер ватсап и смс а я пока продолжу теперь уже совсем тема кировская хотя в общем то мы говорили обо всем применительно к нашему регионам наш любимый город и еще одна законодательная инициатива которая внесена в гордуму пока но на самом деле решение принимают это областные депутаты да речь о том чтобы выбирать мэра города всем нам они кому-то не назначать его и о том чтобы объединить две должности главы администрации и главы города в одну вот наверное первое что я вас хочу спросить просто вообще на ваш взгляд это правильно так нужно или это очередная формальность конечно я не политолог насколько могу я конечно об этом рассуждать но исходя из того что мы наблюдаем последнее время как житель города может быть как я я конечно за за лишние мероприятия в городе выбор это мероприятие это хорошо почему бы не дать возможность людям снова окунуться в предвыборные гонки будет возможность когда человек группа людей будет выдвигать скажем так кандидатов из числа жителей города области из знакомых так скажем нам лиц я думаю что в принципе прямые выборы на муниципальном уровне это хорошо именно на муниципальном уровне потому что все таки местное самоуправление оно само в себе даже само словосочетание в этом несет какой-то смысл что люди выбирают несут ответственность за свой выбор и имеют право и возможность самое главное влиять как-то на того кто находится над ними вот на вытянутой руке поэтому я в принципе за эту инициативу в целом решит ли она какие-то проблемы которые у нас городе существует я думаю нет потому что сам по себе факт выбора мэра прямые выборы он может быть решит проблему доверия вполне возможно а проблему доверия она тоже может за собой потянуть другие решения проблем когда люди будут доверять решениям принимаем их сверху они их будут исполнять более большим желанием поэтому вот может быть вот эти проблемы это решит но кардинально там экономические управленческие проблемы они этим путем не решаться их надо решать всегда и сейчас и ну да это оперативные такие проблемы и а некоторые из них очень глубокие и связаны на экономическом скажем так низком уровне в нашем уровне в нашей области ну тут один сам себе по себе мэр не может это решить а вообще вот на ваш взгляд на сейчас гордума все это должна одобрить направить в загсобрание а вот в загсе на ваш взгляд на сколько это вообще проходимая инициатива знаете честно говоря наблюдал за заседаниями нашего законодательного собрания я последний раз признаюсь честно наверное очень давно но пять назад может быть поэтому расклад именно сил на данный момент которые влияют на окончательное решение тем более это часто все коллокуарные какие-то разговоры и переговоры я не знаю но сама по себе инициатива я думаю она реальная и проходимая только из того рассуждения что уже на протяжении наверно двух по моему или двух то лет точно наверно в повестке это висит уже громко и ведь у нас все таки депутаты нашего загсобрания они не не многие не оторваны от от области и от ее дел и многие зависят от принятых ими же решений то есть те кто у нас действующие там предприниматели еще кто то поэтому я думаю это инициатива вполне себе проходимая изменения назрели и все хотят этих изменений все хотят просто кому-то они может быть невыгодны поэтому они могут проголосовать против этого но тем не менее я считаю что вполне себе проходимая должна быть эта инициатива еще вот в эту же тему один вопрос есть мнение что возглавлять киров скоро просто никто не захочет ну то есть вот этих кандидатов да кто-то хотел честно покажите мне этого человека да найти этих кандидатов да которые вот захотят в этих выборов в выборах поучаствовать и с каждым годом все сложнее и сложнее будет потому что ну вот если посмотреть да там да статистика удручает да каждый каждый следующий уголовное дело такое ощущение что там каким бы ты ни был все равно ты в какую-нибудь переделку попадешь на тебя заведут уголовное дело вот знаете также вот точно думали и думают до сих пор про должность главы допустим администрации района области у кого вы не спросите может быть просто не в прямом эфире любое даже там член правительства области будет говорить о том что неблагодарнейшая должность во всех отношениях и в плане угрозы возможных последствий и в плане работистости скажем так если честно исполнять свои обязанности но тем не менее люди находятся и они находятся так как раз часто из тех кто непосредственно в этом районе какие-то имеют интересы поэтому я думаю что если будут именно прямые выборы введены то как раз люди будут появляться во первых люди с амбициями во вторых те кто живет как бы в городе и эти амбиции они хотят реализовать в нем поэтому я думаю что именно с прямыми выборами люди будут появляться в той системе которая сейчас существует да возможно но таких людей будет все меньше то есть им будет предлагать и не будут всеми руками ногами отказываться и возможно потому что видят что у нас здесь в данном случае ну есть там власть определенные силы правоохранительных органов или может быть связанных с ними людей которые помогают уходить пораньше назначенным людям но при этом еще и уголовные дела возбуждаются а вообще вот эти уголовные дела ну вот допустим на примере кирова да вы бы с чем в первую очередь стали связывать это там не знаю какое-то быковское наследство все так тут работает все винтики на это или это попадание там кормушки или что если бы я знал по какой причине люди так или иначе поступают я бы наверное стал продавать другие услуги но тут мы наверное мнение спрашиваем да но я думаю что вы знаете я честно говоря не знаю как там кто работал привыкли но вы понимаете аппарат очень большой есть ведь люди кто работают именно специалистами они никакого отношения принимаемым решением и тем более коррупции не имеет вообще им им дают решение или дают направление они в нем работают выполняют механическую техническую работу поэтому говорить что это какой-то сложившийся механизм работы при там допустим бывшем руководителе я думаю что нет во первых у нас немного меняется правоприменительная практика связана с коррупцией у нас сейчас правоохранительные органы работают намного свободнее чем это было раньше в плане допустим стандартов доказывания они сейчас стали ниже и поэтому с этим можно связать большее количество ну конечно то есть есть ведь какие-то преступления коррупционной направленности многие очень латентно их трудно выявить потому что все участвующие лица заинтересованы в сокрытии фактов соответственно зачастую просто раньше допустим когда был вы более высокий стандарт доказывания по этим делам не было допустимых доказательств которые можно было использовать сейчас у правоохранительных органов стало с этим делом скажем так условно проще они могут использовать более широкий круг доказательств которые ранее суды не принимали поэтому соответственно они работать стали активнее и результативнее я не думаю что вот за предыдущие года если мы проанализируем кто у нас под уголовные дела попал что это какая-то тенденция что сейчас стали больше нарушать закон я думаю не больше просто стали больше раскрывать больше выявлять раскрывать правоохранительные органы поняли что им государство дает добро на то чтобы всеми любыми способами допустимыми заправлять такие дела в суд вот я связываю с этим у нас еще три минуты у меня две темы но я думаю что коротко мы каждую из них успеем очень много говорят сейчас вот в этой ситуации с коронавирусом вообще они о негативе жалуются не могут дождаться скорых не могут попасть попасть в больницы машины не приезжают в то же время есть предприниматели которые не знаю там оплачивают такси помогают врачам и так далее вот возможно это в каком-то массовом порядке на ваш взгляд и наладить взаимопомощь наладить вот эту взаимопомощь потому что сейчас вот ну на мой взгляд опять кажется что в массовом порядке только жалобы и недовольство а хочется чтобы в массовом порядке было больше позитива да я думаю что действительно наладить это можно исходя из нашего скажем общего которому я тоже принадлежу менталитета моя хата с краю он называется я бы сказал что наверное в россии работают эти истории объединения людей для какой-то благой цели бесплатной цели когда человек должен чем-то жертвовать тогда когда есть все равно инициатор либо точка притяжения то есть сами по себе люди у нас собираются крайне тяжело бывают ситуации когда да вот ну какая-то очень яркая трагедия или очень громкая ситуация когда люди сами приходят и спрашивают можно ли вам помочь чем-то я такое слышу от волонтеров с кем я общаюсь но это исключение из правил поэтому я думаю что если можно на уровне там правительства администрации пригласить сказать вот для вас ресурс помещения допустим какие-то информационные ресурсы вам предоставляем придите инициативные люди и начните организовывать вокруг себя волонтеров это заработает вот единственное не знаю насчет правительства и администрации которых вы говорите ведь для них то это по сути может быть какие-то репутационные риски потому что ну как мы просим о помощи значит сами не можем это ужасно если у нас до сих пор вот у всех чиновников в голове сидит эта формула что если я обращаюсь к народу то значит в чем-то я проиграл ну это просто плохо ну либо не чиновник должен обратиться тогда сами предприниматели возможно да возможно это сейчас ресурсы информационные позволяют быстро объединять между собой людей хотя бы объяснять им поэтому я думаю что надо создавать точки притяжения там телеграм-каналы место сбора какое-то где рассказывать куда эти деньги пойдут для чего и в чем надо помочь видя реальный результат люди я думаю будут соглашаться на это и коротко один вопрос еще сейчас вот прям все обсуждают наверное потому что просто об этом говорить да театральная площадь новый год украшения хотят потратить на это в полтора раза больше чем в прошлом году многие уже начали называть это пиром во время чумы вот я вас хочу спросить как вы это назовете так или на ваш взгляд вот сейчас сегодня в сегодняшней ситуации ощущение праздника но два момента не три ощущение праздника нужно для людей чтобы был какой-то выход эмоциям положительный второе в полтора раза это арифметика за за год выросли цены на все поэтому может быть в полтора раза это обоснованно и последний момент если у нас есть куда потратить эти деньги например на общие нужды в плане оборудования новых мест покупки каких-то приборов для больниц да туда лучше наверно потратить и улжать этот бюджет вот такая три ощущение праздника создать но не очень дорого не очень не очень праздником не очень как бы спасибо андрей вам большое спасибо вам за вопросы очень интересно до свидания особое мнение на 101 fm а